Стрелковка В 19 веке в полке Дмитрия Донского отсюда брали ратников за родину стоять. Здесь в конце прошлого века родился прапраправнук тех защитников Отечества Егорий Жуков, как записано в церковной книге, будущий маршал Советского Союза. Вне всякого сомнения, одна из самых примечательных фигур Второй мировой войны. Росла в его доме герань на окне, был самовар, святые образа, окошко в сад. Здесь игрались нехитрые деревенские праздники. Отсюда, отпев провожальную солдатскую, ушел он в биографию свою. Теперь в доме музей, и всякий, кто приходит сюда, видит, как развивалась эта военная судьба. Щедро наделен был воинским талантом. Перед самой войной Жуков стал начальником генерального штаба рабоче-крестьянской Красной Армии. Это съемка сорокового года. Работы прибавилось до двадцати часов в сутки. В общении с окружающими был точен, суров и требователен, как к себе. Холодной осенью сорок первого ехал с западного фронта в Москву. В стрелковку не завернул. Ему говорили, давайте заедем, мать захватим с собой, немцы близко. Ничего. Я думаю, мать мою, люди спасут. Я ведь их тоже спасаю. Старая-старая съемка, а вернее остатки от киносюжета, что прошел когда-то по экранам в мае сорок пятого. Маршалом Советского Союза Жукову, Коневу, Рокоссовскому вручаются ордена Победа. Всего было в то время девятнадцать награждений. Мы расскажем о четырех кавалерах этого ордена. Жукове, Коневе, Рокоссовскому и Василевскому. Почему о них? Потому что вместе они были в битве под Москвой и на завершающем этапе под Берлином тоже были вместе. Кстати, маршала Александра Василевского на этой высокой церемонии в мае сорок пятого не было. В то время было тайной, чем занимался он тогда. Теперь мы знаем, маршал Василевский готовился к войне с милитаристской Японией. Когда завершится эта сложная работа, он скажет «Ну, братцы, все. Вперед и с Богом». Эта война на Дальнем Востоке закончится через двадцать четыре дня. Она была трудной и яростной. И каждый, от солдата до главнокомандующего, приближал День Победы. Пройдя весь этот путь от первого дня до последнего, Александр Михайлович оставит запись для потомков. Без тридцать седьмого года, возможно, не было бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну в сорок первом году, большую роль сыграла его оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас произошел. И еще. Максимально избежать просчета можно лишь при высоком профессионализме командных кадров, которых так не хватало нам в начальный период войны. И расплачиваться за это пришло с великой кровью. В своей работе мы часто прибегаем к трудам маршала Василевского, выпускника нашей академии еще до военных лет, сказал нам начальник академии генерального штаба вооруженных сил СССР генерал армии Солманов. Мы попросили его принять участие в нашем фильме, ведь он хорошо знал тех, о ком ведем мы свой рассказ. Григорий Иванович сказал, что если нам интересно будет узнать, что думают о прошлой войне молодые люди, как изучают ее, то он рекомендует обратиться к слушателям академии. Мы их готовим для оперативно-стратегической работы в вооруженных силах нашей страны. Лучше подготовить полководца и не использовать его впоследствии, чем в возможных будущих испытаниях не иметь полководца. А помогают им бывшие строевые офицеры, теперь генералы, доктора исторических наук, профессора Виктор Антонович Мацуленко, Валентин Вениаминович Ларионов. У нас в академии есть специальная кафедра истории войн и военного искусства. Эта кафедра изучает опыт и прошлых войн, и все. Но большее внимание она уделяет опыту ведения Второй мировой и Великой Отечественной войны. Наиболее такие цельные фигуры в этой войне проявили себя это маршал Советского Союза Виталий Жуков, маршал Советского Союза Виталий Аркасовский, маршал Советского Союза Виталий Конев и маршал Советского Союза Виталий Василевский. И у каждого в своей практической деятельности, почему мы их и изучаем, имеется свой стиль, особый стиль работы. Работы по принятию решения, по проведению его в жизнь. Великий опыт этих людей, он нам в практической работе по подготовке молодых людей приносит большую пользу. Мы изучаем их и мемуарную литературу, и их труды, которые они написали, будучи уже полководцами, скажем, тот же Жуку, тот же Василевский, работали в генеральном штабе. Эти труды в виде директив, в виде приказов, они у нас находятся в постоянной такой деятельности для практического использования в учебном процессе. Учебный процесс по курсу военной истории во все ее сложности и трагизме, поворотах и непредсказуемостях, в поисках правды истины, до которой порой так трудно добраться. И здесь, в Академии, обо всем говорится в полный голос, и противоречия рассматриваются диалектически. Преступления не называются ошибками, и расхожим словом обвинения не заменяют понятие репрессии. Что-то страшное началось после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Мы не уверены, что Сталин дал кому-то приказ Кирова убивать. Но совершенно убеждены, что Киров был убит теми, кто помогал вождю народов иллюстрировать развитие теории обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Характер был угрюмый, подозрительный, и этим весьма талантливо воспользовались в городе Берлине. Ваше превосходительство, примите уверение в совершеннейшем почтении, сообщал президент Чехословакии Бенеш. Я думаю, что вам будет интересна конфиденция, оказавшаяся у меня. Речь шла о, так сказать, случайно просочившейся из Германии информации о том, что в Красной Армии готовится заговор, возглавляемый маршалом Тухачевским. Это письмо, изготовленное в ведомстве Гиммлера, через Бенеша пришло в Москву к Сталину. Не надо полагать, что чудовищных размеров беда произойдет только из-за этого письма. Не будь его, обязательно было бы что-то другое. На почве этой натура такое должно было случиться. И тут рассказ наш приобретает печальный оттенок, несмотря на то, что на экране Первомайский день и праздник Первомая задолго до войны. Члены Реввоенсовета направляются на Красную площадь. Через очень короткое время почти все они будут расстреляны. Письмо, в котором говорилось о тайной договоренности между нацистским вермахтом и высшим командованием Красной Армии по поводу свержения в стране Советов ныне существующего строя, вступило в действие. Война началась задолго до того рассвета, той самой краткой ночи в году. Расчет был сделан дьявольский. Руками Сталина обезглавить РКК и, таким образом, помочь Гитлеру выиграть войну, которая еще только планировалась. Сюжеты пострашнее, чем конструкции шекспировских трагедий. Было расстреляно 40 тысяч командиров и политработников. Почти весь высший эшелон рабоче-крестьянской Красной Армии. Обвинен в измене Родине и расстрелян по 58-й статье за контрреволюцию Михаил Николаевич Тухачевский. Первый заместитель Наркома обороны СССР. Маршал-патриот, который, предвидя войну моторов, настаивал на оснащении армии реактивной артиллерией, автоматическим оружием, танками Т-34. Свершит жестокий суд над Тухачевским его друг, маршал Василий Блюхер. Для этого Блюхера вызовут с Дальнего Востока. Он нужен был, чтобы придать приговору хоть какую-то весомость, хоть видимость законности. А вскоре его самого расстреляют за измену Родине по той же 58-й статье. А пока он с этой высокой трибуны от имени Красной Армии, в составе которой еще находится маршал Тухачевский, говорит, что каждый боец отчизны в любую минуту встанет на защиту священных ее рубежей. Как говорил в то время Ворошилов, мы уничтожили контрреволюционную военную фашистскую организацию, которая проводила подлую, вредительскую, шпионскую работу в Красной Армии. Тухачевский, Якир, Корк, Убаревич, Блюхер. Все это были учителя наших героев. Но экзамены по всем видам военного мастерства их ученикам пришлось сдавать уже самой войне. И какую дорогую цену заплатили мы за это. В отличие от Сталина, они представляли себе размеры будущей опасности и были готовы встретить ее. Не будем задаваться вопросом, почему герои наши не оказались в этом горьком списке. В конце концов, кто-то же должен был вышить. К чести наших героев нужно отнести то обстоятельство, что беду, которую несет культ Сталина, они предугадали очень рано. Не потом прозрели. Всегда стояли на своем и возражали Сталину. Но достаточно тут вспомнить Киев. 41-й год. Жуков говорил, оставить Киев надо. Сталин требовал держать во что бы то ни стало. Результат известен. И Киев немцы взяли. И множество народу потеряли мы. И Жуков полетел с поста начальника генштаба. И никто бы не осмелился, не то чтобы сказать, подумать даже, что Сталин, сам верховный, виноват в гибели Киевского фронта. Или ошибки в прошлом искупаются победой. Как часто эта логика заслоняла элементарную правду. Вот какой национальной трагедией обернуло сто письмо, сочиненное в канцелярии Гиммлера. После войны, когда президент Бенеш будет награждать Ивана Степановича Конева высшим орденом за освобождение Чехословакии, они поговорят о войне, которая, слава богу, кончилась, о здоровье генералистимуса. А про то подметное письмо, которое попало к Сталину от Бенеша, ни вопросов, ни ответов не было. Конев еще не знал об этом, а Бенеш уже забыл. Об этом деле только на 20-м съезде партии будет сказана вся правда. На том же съезде, в 56-м году, маршал Жуков, опираясь на армию, поддержит Хрущева и не позволит взять власть сталинистам Ворошилову, Кагановичу, Маленкову, Молотову и другим. А пока великий вождь не без основания опасается громадной популярности этих четырех людей. Окончится война и разошлет он их из Москвы подальше. Жукова сглаз долой в Уральский военный округ. Коневу выпишут аттестат до города Львова, Прикорпатским военным округом командовать. Рокоссовского ожидала назначения министром обороны в Польшу. И только Василевского оставят при себе в генеральном штабе. Молотов сталинское решение одобрял. Он никогда не любил этих четырех. Самостоятельные очень. Этот Василевский мыслитель тоже. из воспоминаний Василевского о времени, проведенном рядом с Молотовым. Год сороковой, поздняя осень. Генерал-майор Василевский в качестве военного эксперта едет с Молотовым в Берлин. Фюрер будет принимать Молотова с улыбкой. Ему устроят торжественный прием. Его будут уверять в совершеннейшем почтении и Риббентроп, и Гиммлер, и Геббельс, и Кейтель, и так далее. А уже готовы подписаны приказы, куда и как размещать русских военнопленных, кормить так, чтобы были живы только и могли работать. Колхозное устройство не разрушать, оно подходит нам. Для нас, немцев, важно ослабить русский народ в такой степени, чтобы он не был больше в состоянии помешать нам установить немецкое господство в Европе. Из плана Ост. До войны оставались считанные месяцы. Давно не гудят эти рельсы на станции Цоссен в Германии. А ведь когда-то гудели здорово. Это место, где вырабатывались планы мирового господства. Здесь был германский генеральный штаб. Сталин говорил, что Гитлер умный человек, но ограничен как политик. Заметим, что Гитлер про Сталина говорил то же самое. Ну, это цитаты поздних стенограмм, а на экране хроника года 1941-го. И окажется все так, как запланировали немцы. И будет страшно то, что сходилось все. В плен попало около пяти миллионов советских солдат. Вот минский лагерь 41-го года. Инспектор Генрих Гиммлер. Пройдет несколько лет, и германский фашизм рухнет. В 45-м Гиммлер сдастся в плен англичанам, но когда узнает, что русские едут допрашивать его, отравятся. Этого несчастья иронически коснется фельдмаршал Монтгомери на встрече с Рокоссовским. Вообще-то он приехал поздравить командующего Вторым Белорусским фронтом с успешным завершением операции по обеспечению взятия Берлина с севера и вручить ему высший орден Великобритании. В королевском указе о награждении маршала сэра Константина Рокоссовского в частности были такие слова. Военачальнику, который вышел на победный путь зимой 41-го года около Москвы. Враг продвигался к столице. Эти кадры немецкие репортеры из Ди-Дойче Вохеншау сняли почти рядом с советской столицей. Пять минут лету для Юнкерса. Во главе фронта перед Москвой стоял человек у которого всего было через край и таланта и энергии и друзья были рядом. На правом фланге Конев и там было крепко. С Жуковым мы дружим с 1924 года, но там под Москвой наши служебные отношения складывались не очень гладко, писал Рокоссовской. На участке 16-й армии Рокоссовского немцы в общей сложности ввели в дело более 600 танков. В первом эшелоне бросили против него такую махину. Пикантная была ситуация. Это запись Жукова. Страна, затаив дыхание, ждала разрешения кровавой битвы у Москвы. И именно тогда весь мир услышал Жуковские слова «Нет, мы Москву не отдадим». Пройдет три года и шесть месяцев, три недели несколько часов с минутами. Историки и журналисты точно подсчитают долгий путь мучений и побед. И в мае 45-го коммунист Жуков доложит ПВЧ в Москву «Берлин мы взяли! Все!» И это мир запомнил Жуковская. Введите делегацию Германии. Имеете ли Кейтель полномочия для подписания капитуляции? Так, подпишите. Теперь пусть уходят. Да здравствует победа! Спасибо всем, кто добывал ее. Война это не только победы. После московского наступления постигли нас большие поражения в Крыму, под Харьковом, у Ленинграда и в свет явился сталинский приказ. Жестокий документ за номером 2, 2 и 7. Приказ 227-й. Он не был секретным, но имел гриф «В печати не публиковать». Паникеров и трусов истреблять на месте. В масштабах фронта ввести офицерские штрафные батальоны. В масштабах каждой армии штрафные роты для рядовых и сержантов. В тылах дивизии выставить заградительные отряды с пулеметами. Ни шагу назад! Приказ 227 у нас зачитывали перед строем. Перед строем полка. Была тягостная, напряженная обстановка. Я помню даже, как мурашки по коже пробегали, когда я слушал этот приказ. Он запал мне в душу. Я понял, что шутки плохи. Что здесь речь идет о жизни и смерти Родины, государства. Вот как он мне запомнился. Потом я видел исполнение этого приказа. Перед строем полка вешали труса, который побежал во время атаки. Друг побежал назад. И строй, ротный строй сломался в результате вот этого бегства. Я даже запомнил его фамилию. Ганус его была фамилия. генерал-лейтенант. возвращается в учебные аудитории еще один момент прошлого. В трагизме, сложности, непредсказуемости. «Товарищ генерал-лейтенант, для объявления приказа номер 227 личный состав построен. Читайте», сказал генерал-лейтенант. «У нас нет уже преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Каждый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага. Ни он, ни Жуков, ни Василевский, ни Конев касательства к изданию приказа не имели. Для Рокоссовского приказ 227 был полной неожиданностью. Профессиональный военный, он был и хорошим психологом. 30 месяцев сталинской тюрьмы среди таких же невинных, как и он, научили его понимать и любить человека. Рокоссовский прилагал немалые усилия, чтобы этих невинных вытащить из заключения и взять к себе в войска. Они никогда не подводили его, и он выделял их. Для истинных героев получение награды неожиданность всегда. Всю жизнь потом будут вспоминать мальчишки эти Стаханов-Циенского завода тот неожиданный прекрасный миг, как прямо от станка они попали в Кремль, и Калинин лично им сказал спасибо и вручил медаль за трудовую доблесть. А после них награду получал сам Василевский. Вообще Василевский к орденскому злату-серебру относился достаточно равнодушно. Особенно после того, как Сталин сказал однажды зайдите-ка к Калинину какой-то орден там вам причитается. Сынок сказал мне как-то папа сегодня мы с тобой пойдем к Калинину вспоминал недавно Игорь сын Василевского отец в тот день получал орден Ленина. Что говорил отец в том кабинете я не помню а сохранилось в памяти как прошли потом Кремлем по площади которую он называл Ивановской соборной и говорил мне храм Успенской коронация храм Благовещенской для тревог и радостей архангельской собор амвон для патриарха сейчас Игорь Василевский в том возрасте как был отец тогда он архитектор один из авторов проекта центрального музея советской армии где находится орден его отца орден победа номер второй высший военный знак коим награждалось лицо за успешное проведение боевых операций в масштабе нескольких или одного фронта в результате которых в корне меняется обстановка в пользу советской армии но до этого ордена и до этого музея сколько еще времени пройдет фронт третий белорусский мальчишка в пилотском шлеме Игорь сын маршала шлем до сих пор хранится в доме и до сих пор любимый из 34 месяцев нахождения Василевского в должности начальника генерального штаба 22 месяца маршал провел на театрах военных действий а с февраля 45-го после гибели генерала Черняховского стал командовать третьим белорусским фронтом и почти все это время мальчик находился рядом с отцом конечно же Игорь слышал номера полков дивизий корпусов и это было так привычно когда отец произносил их а тут рассказ почти как лекция о готике органной музыке хоралах в старинной русской кинишми на родине Александра Михайловича есть деревенская церковь в которой служил священником отец маршала Василевского ему красному командиру социальное происхождение такого толка доставляло многие неприятности ведь в светлое будущее мог идти только тот кто полностью освободился от религиозного дурмана ну что же вы товарищ Василевский сказал ему однажды Сталин родителей своих забросили забыли известно мне отец ваш старый и в церкви более не служит но ведь многих вынуждали отказываться от родства ответил Василевский это было неправильно сказал Сталин политбюро ЦК ВКПВ разрешает вам поддерживать отношения с отцом и помогать ему о том что правильно неправильно знал Василевский и без Сталина он всегда помогал отцу прощай мой батюшка они виделись в последний раз в августе 1914 года когда отец Михаил провожал сына своего штабс-капитана Василевского на Первую мировую войну спаси Господи люди твоя такое была отцовская молитва эту же молитву спаси Господи люди твоя услышал маршал Советского Союза Александра Василевской в сентябре 1945 года в городе Порт-Артури когда закончилась японская кампания а с нею и Вторая мировая война последний приказ на той войне обращался к главнокомандующему советскими войсками на Дальнем Востоке Василевскому под его руководством наша армия разгромила японские войска чем ускорила окончательную победу китайского народа в антияпонской войне и помогла завершить борьбу народов мира против фашизма сыновья комендоров варяга и трюмных машинистов Петропавловска пришли к берегам порт Артурской гавани где в 1904 году гибли их отцы когда напряжение от короткой и яростной войны спало корреспонденты спросили у Василевского план этого разгрома вам принадлежит конечно но что вы отвечал маршал такое не под силу никому работу делали десятки тысяч человек я лишь координировал работу и нес ответственность за это характеризуя маршала Василевского мне бы хотелось акцентировать внимание на некоторые качества его характера которые присущи только ему как личности это неузаурядная творческая способность его как человека очень большая работоспособность твердость характера сочетающаяся с корректностью и скромностью позволили ему занять лидирующее место среди полководцев Великой Отечественной войны практически без такой личности без его гениальных творений без его решений мы вне одерживали таких блестящих побед генерал Виталий Родецкий сын фронтовика участника Сталинградского сражения родился через год после битвы на Волге сражение это было решающим в истории минувшей войны по этому поводу Уинстон Черчилль высказался так это не конец это даже не начало конца но это пожалуй конец начала завершающую операцию по разгрому окруженной группировки Паулиса проводили войска юго-западного Сталинградского и Донского фронтов Донским фронтом командовал генерал Рокоссовской полководец выдвинутый самой жизнью в ходе войны из тех советских военачальников что превзошли гитлеровских фельдмаршалов прославленные в веках прусской милитаристской школы где-то здесь на Донском фронте воевал разведчик Николай Петров сын его Юрий сейчас изучает опыт полководцев этой войны Эта битва как нельзя ярче показала превосходство нашей военной школы в частности генерал-фельдмаршал Монштейн в своем послевоенном уже научном труде утраченные победы отмечает что воля вера вернее Гитлера в свою волю и вот эта фетишация этой воли привела к тому что начисто был отброшен такой фактор как оценка обстановки которая наверное странно видеть командира дивизии у карты в роли ученика можно привести пример что именно вот такой подход тяжело в учении уж сколько этой формули столетий а ведь и герои наши также стояли у доски отвечали по Чапаеву и Ганнибалу по Мольтке и по Тухачевскому все в этом мире повторяется у каждого времени свои вопросы Юрий Николаевич вот после Сталинграда зазвучало вдруг враг уже бессилен дни фашизма сочтены фюрер их кретин и сумасшедший что вы думаете об этом нет он сумасшедшим не был другое дело что какие-то отклонения в психике конечно были какая-то вера в свой гений он просто напросто взорвался веря в свою эту волю в свой гений сумасшедшим он не был я считаю следующее крупнейшее сражение войны писатели и историки назвали Курской битвой тут немцы решили взять реванш за поражение на Волге мы знали об этом и планировали и оборону жесткую и далее удар на поражение об операции знали только Сталин Жуков Василевский и Антонов утечка тайной исключалась немцы же свой замысел не скрывали было в этом психологическое воздействие на противника и устрашение противника эти фотографии делал начальник охраны маршала Жукова Николай Бедов если говорить откровенно то эти кадры запечатлевшие Жукова и Конева над единственной оперативной картой должностное преступление но не соверши его капитан Бедов мы никогда бы не узнали как там было жарким летом 43-го операторов то туда послали когда битва к пику подходила когда тайна становилась явью конечно с позиции командира роты я не знал какое место займет Курская битва в истории Второй мировой войны в истории военного искусства вообще но сегодня вот я возвращаясь в этот час с позиции историка думаю что в конечном счете Курская битва занимает особое место не только в истории Второй мировой войны но и в истории военного искусства вообще оригинальность ее заключается в том что сторона которая обладала общим превосходством в силах и владела инициативой стратегической вдруг преднамеренно переходила к обороне а дело было так большинство командующих фронтами в период стратегической паузы которая сложилась примерно с марта 43-го года на фронте предлагали провести ряд частых наступательных операций в начале апреля Жуков проехал по фронтам побеседовал с командующими фронтами поползал на пузе как тогда говорили на брюхе по линии фронта и 8 апреля послал Сталину телеграмму номер 256 переход наших войск наступления с целью упреждения противника считаю нецелесообразным лучше будет если мы измотаем противника на нашей обороне выбьем ему танки а затем введя свежие резервы переходом в общее наступление окончательно добьем основную группировку противника противник деморализован великий перелом надо бы подумать про великий орден вот такая была модель великого ордена называлась за верность родине потом такая победа называлась правда серединка изменилась в ореоле легенды сегодня имена Рокоссовского Конева Жукова Василевского до сих пор они стоят рядом с горестями и радостями нашего отечества все-таки командующий в определенных условиях это раб обстоятельств он вынужден учитывать эти обстоятельства и это их роднит это их роднит если мы начинаем сравнивать отдельные операции и во главе их командующих когда мы цепь операции то мы видим почерк отдельные операции конечно вряд ли могут подсказать что во главе этого фронта стоял командующий с мягким характером или деликатный или жестокий или жесткий по характеру каждый из них обладал исключительными способностями влиять на человека вот Рокоссовский что это были за слова которыми он говорил с солдатами да в бой идем да каждый может не вернуться любой и тоже я так вспоминают те кто знал его этот сюжет назывался виноград из ферганы в подарок Рокоссовскому той осенью сорок третьего зритель не увидел его на экране здесь нет атаки боя а полководец должен двигать фронт к победе а не вкушать кишмиш никто же не знал что проферганские дары распорядил Сорокоссовский все это в госпитале пожалуйста прошу вас раненым полководец это воля и разум но полководец это обязательно и проницательность мы почему-то не вводили в разговорный философский оборот понятие такое проницательность необъяснимо и туманно необъяснимо а понятно как мысли что на расстоянии читается немного кстати и о мнемотехнике панове примите этот дар от польского патриота Вольфа Мессинга и бейте ненавистного врага этот самолет купил профессор Мессинг тот самый фокусник и мнемотехник что выступал в цирке до войны он проницательно читал мысли у всего амфитеатра включая контрамарчников и зайцев их все на расстоянии а ведь были целые эскадрильи купленные труппой малого театра московской патриархии монгольскими аратами и ферапонтом головатым со своим колхозом и был всегда короткий адрес просьбы фронт у Конева или пожалуйста для армии Жукова или героем Рокоссовского налево мост направо мост и Висла перед нами несколько лет своей жизни с 49 по 56 годы маршал Рокоссовский проведет на берегах Вислы он будет министром обороны Польши поляки без восторга восприняли его назначения и хотя уважали самого Костуся но видели в этом новую сталинскую попытку диктовать им волю свою но до этого назначения в министры пройдет еще столько лет а пока войска Рокоссовского берут опорный пункт врага город Нойштеттин а войска Конева Котовицы Краков и Чанстахова Вот так набирался материал для будущих мемуаров что напишут наши герои где за каждой строкой человеческая жизнь судьбы народов и стран В журнале мы опубликовали много статей и Жукова и Василевского и Конева и Рокоссовского заключался в том что они вскрывали кухню подготовки операции а Жуков и Василевский раскрывали кухню работы ставки Верховного Главного командования как все это осуществлялось это было очень интересно Шел апрель 45-го года Спустя время Конев узнает что Черчилль сказал Я очень хотел чтобы мы опередили русских в некоторых районах Центральной Европы Я очень хотел попытаться прийти в Вену раньше русских Главная и подлинная цель англо-американских армий Берлин Этим мы свяжем русским руки на потом Но Конев этого пока не знал Он выполнял обещание данное Верховному что в Берлин первыми войдем мы русские Потомок российских крестьян Конев имел такую черту Ему жалко было разрушать человеческое жилье И он неизменно приказывал своим солдатам Вы гоняйте врага из городов Бейте его в чистом поле Своеобразный был человек Иван Степанович Но начнем с того что водки он не пил Никогда не пил Даже на историческом банкете в честь Дня Победы когда Сталин предложил персональный тост за здоровье маршала Конева чокнулся с генералиссимусом минеральной водой Кстати далее о коньяке Бутылку этого Камю отдайте Эрио бывшему премьер-министру и министру иностранных дел Франции Так распорядился Конев в ответ на депешу Лелюшенко командира танкистов в которой говорилось среди освобожденных узников тюрьмы Плецензе обнаружили товарища Эдуарда Эрио Впоследствии Конев и Эрио стали добрыми друзьями Тот же апрельский день Первый Белорусский фронт Жукову очень хотелось взять Берлин к первому мая подарок к празднику нашему уставшему народу но немцы отчаянно сопротивлялись не случайно три дня шли переговоры с ними об условиях капитуляции столицы Германии ни к чему не привели огонь на весь режим честно говоря вспоминал потом Жуков когда шла война я был полон решимости воздать сполна всем фашистам за их жестокость но когда разгромив врага наши войска вступили в пределы Германии мы сдержали свой гнев наши идеологические убеждения не позволили нам отдаться слепой мести он был очень могучим этот первый белорусский фронт один из главных таранов великой отечественной войны здесь Жуков в полной мере проявил свой полководческий талант и это тоже апрельский день штаб Рокоссовского второй белорусский фронт отдавая боевой приказ Рокоссовский неизменно начинал прошу вас когда требовал от подчиненных перешагнуть через невозможное добавлял пожалуйста а теперь на исходе войны он требовал осмотрительности и осторожности пожалуйста прошу вас берегите солдат как своих детей и это не была просьба это был приказ еще апрельский день сорок пятого года восточная Пруссия фронт третий белорусский и тоже завершающая фаза войны это была первая практическая фронтовая операция Василевского перед Василевским Кёнигсберг крепость город порт стены старинных фортов не брали ни снаряды самых мощных орудий ни самые тяжелые бомбовые удары авиации конечно можно было разнести в дребезги но не это заставило маршала Василевского обратиться по радио к осажденному гарнизону сдавайтесь не стоит лить кровь немцы отказались продолжали драться в Сталинградском котле было то же самое он предлагал Паулису бескровную сдачу и тот отказался результат известен своеобразный человек был этот русский маршал своеобразие конечно ненаграждаемо но когда маршал Тито в группе советских военачальников отмечал маршала Василевского то к мужеству его решительности и ответственности он прибавил благородство и порядочность тоже да здравствует вечное братское и самое искреннее боевое содружество между армией Югославии вооруженными силами Советского Союза да здравствует вечное и самое искреннее братское кружба между народами Югославии и Veterinar Советского Союза Просрешите еще раз сердечный приглашение. В Чехословакии Иван Степанович Конев был легендой. Города и заводы страны из войны практически вышли неразрушенными. И эта заслуга, народ Чехословакии знал, это заслуга советского военачальника маршала Конева. Где бы ни появлялся он, на каждой площади, на каждой улице возникала восторженная толпа. Народ скандировал, хотим видеть маршала Конева. Его именем называли фабрики и школы. Остались сотни реликвий от этих мероприятий, которые Конев иронично называл своим генеральством на свадьбах. Здесь и детские рисунки, и кусок шелковой ленты с открытия моста его имени в Братиславе, и ключи от города Потсдама. Кстати, Потсдам – старая столица прусских монархов, ровесник деревни Ладейна, поселение русских раскольников, где родился маршал Конев. Теперь в доме музей. Когда сюда приходят люди, включается магнитофон и звучит голос маршала. Он записал свои воспоминания за год до смерти. И возникает рассказ о времени удивительном, когда красногвардейский отряд коммуниста Ивана Конева пошел защищать революцию. Жизнь. Много это или мало? Когда в ней было столько, как у маршала Конева, войн, тогда много и порой невыносимо. 3 марта 1921 года Кронштадтская крепость восстала против советской власти. Для молодого пролетарского государства это было пострашнее, чем Колчак, Деникин и японцы во Владивостоке. Иван Конев, делегант 10-го съезда партии. После сообщения Владимировича Ленина о тяжелом положении в Кронштадте, восстании в Кронштадте, и призыва направить часть делегатов съезда для усиления наших частей, приступивших к ликвидации кронштадтского мятежа, не сговариваясь, подали записки в президиум о том, что готовы добровольно поехать в Кронштадт на подавление мятежа. Это ад кромешный был. Снег, лежавший поверх льда, растаял, но под водой лед был лишь крепким. Мы начали наступление в темноте и в тумане, одетые в белый халат. И все-таки восставшие обнаружили наступающую в цепях пехоты и открыли по ней заградительный огонь с фортов и кораблей. Каждый снаряд, падая на лед, образовывал огромную воронку в полутьме, при поспешных перебежках под огнем, наши бойцы то и дело попадали в эти воронки и тут же шли на дно. Он не любил рассказывать о себе. Тем более ценные его скупые заметки о пройденном пути от революционного солдата до главнокомандующего объединенными войсками стран Варшавского договора. В те годы догматизм наложил отпечаток на нашу внешнюю политику. Добиваясь военно-стратегического паритета, мы дали втянуть себя в гонку вооружений, что сказалось на социально-экономическом развитии страны и на ее международном положении. И хорошо, что дело международной стабильности оказалось в то время в руках людей, которые знали цену человеческой жизни и видели столько крови. И очень советовал прислушиваться к суждениям главнокомандующего войсками стран Варшавского договора маршала Конева старый и мудрый политик сэр Уинстон Черчилль, хотя сам был в то время давно уже не у дел. В последний путь Уинстона Черчилля провожал и маршал Иван Конев. На английской земле он уже именовался лордом, согласно статуту ордена, дарованного ему королем Георгом. Проходит день, год пролетает, четверть века, полстолетия и смотрят люди новыми глазами на то, что было. Историей тех дней написана трагедия, а в списках действующих лиц огромное количество имен, плюс миллиона тех, кого мы называем просто люди, трудились, уставали, не доедали и не досыпали, и плакали, и восторгались. Сначала просто жизнь, история потом. И уверение в почтении, рукопожатие, оркестры, все потом. Сначала современники, а далее легенды. Когда наши герои оказывались вместе, то говорили каждый раз одно и то же. Опять война приснилась, и опять не спал. И в тысячах писем, что получали они, слова такие были. Не сплю я, маршал, снится мне война. Придет время, и строки эти, без сомнения, конечно, станут книгами, которых так не хватает о наших героях. Ведь сами они не заботились об увековечивании себя в искусстве, мудро полагая, это суету и суету. Поэтому однажды только писал Жукова Павел Корин. Только поэтому однажды скульптору Виктору Думаняну удалось вылепить протокольный портрет, когда сам маршал Жуков для него базировал. И все. Сейчас то поколение, которое жило, работало вместе с маршалом Жуковым, Коневым, Рокоссовским и Василевским, оно постепенно уходит из жизни. На их место приходят другие люди, которые могут не знать этих. А знать нам это дело обязательно нужно. Нужно, крайне нужно, крайне необходимо. Я так считаю. Неправильно? Они шли побеждать врагам, конечно, могучим ударом, конечно, малой кровью. Каждый третий будет убит, каждый второй ранен. Ой, какая тяжкая будет наша победа. До сих пор кто-то задает порою такой вот риторический вопрос. Кто выиграл войну? У наших героев такой вопрос никогда не возникал. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ